Здарова, ребят! Ну чё, круто! Уже весна наступила, и патч вот 1.12 вышел. Я знаю, вам не терпится, в патче всего много интересного, обещает быть, на протяжении всего марта, даже может быть и апреля. Посмотрим, когда там следующий патч разработчики запланируют. Поэтому я вам сразу же говорю, где это видео посвящено, разумеется, модпаку. Чуть позже расскажу, какие новые моды, какие старые переделали. Но самое главное, где искать модпак. Сайт про Танки ТВ, ссылочку найдёте в описании. Там заходите, скачивайте. Также в описании, ребят, доставлю ещё одну ссылочку. Я смотрю, многим зашло, но не все смотрят видосы, а вот видосы про моды многие приходят посмотреть. Значит, смотрите, сейчас УВГ проходит крутая акция совместно с Ростелеком. Обычный премиум аккаунт стоит 550 рублей на месяц. Сейчас можно подключиться на срок до двух месяцев, те, кто на территории России проживают, к Ростелекому по стоимости 445 рублей. То есть, кто не знает, в тарифе игровой, который, в принципе, и можно подключить, да? Можно подключить тариф игровой, вы получаете безлимитный интернет на максимально возможной скорости в вашем регионе. Плюс ещё, соответственно, бесконечный премиум аккаунт, пока у вас подключен тариф игровой, он у вас действует. То есть, по сути, подключаете на месяц, и у вас получается, что премиум аккаунт дешевле, чем покупать премиум аккаунт отдельно. Плюс у вас ещё интернет сверху наваливается, да? Плюс ещё вам дают прем-танк Т-44-100 Ростелекомовский. И вы со всем этим, разумеется, можете там специальные боевые задачи, какие-то ивенты отдельные для абонентов игрового во всём этом принимать участие. Поэтому, кому всё это интересно, ну, может быть, кто-то ещё не подключен, ссылочку найдёте в описании. Что касается непосредственно патча 1.12, да, я же сказал, там много всего интересного будет. Прежде чем о модах говорить, скажу вам самое важное. Это то, что сегодня в 19 часов стартует первый лот чёрного рынка. Это самое важное, то есть сегодня 3 марта в 19 часов по традиции обычно самые интересные лоты. Обычно это прем-танки за серебро. Не знаю до конца, что там будет, но, ребят, рекомендую именно в первый лот не пропускать. Остальные там уже будем по месту ориентироваться, но первый лот обычно самый интересный. Теперь переходим к модам. Бытует какое-то тупое мнение, что разработчики берут моды и модпаки, да и моды, станут не нужны. Я вам, ребят, маленький секрет раскрою. Именно мододелы подсказывают разработчикам, какие моды наиболее популярны среди игроков. Чтобы разработчики могли эти моды себе в клиент игры добавить. Так в этом патче добавилось у нас в клиент игры лампочки за свет ушей. Сейчас вы видите в правых ушах это модифицированные лампочки. ХП-команд сверху по центру. Это, опять же, это, кстати, новый ХП-команд в модпаке. Новый внешний вид, скажем так, этих модов. Отображение в бою результатов прошлого боя. Разработчики по умолчанию в клиент такую возможность добавили. Ну и еще там дефолтная кратность при переходе в снайперский прицел. Это то, что в модах уже было давным-давно. Я думаю, это далеко не последние моды, которые разработчики будут потихонечку внедрять в клиент игры. Я просто хочу, чтобы вы мою позицию по этому поводу понимали. В этом нет ничего страшного. Во-первых, разработчики предлагают только один вид. Мы модами можем разнообразить под любой вкус и цвет, как это будет выглядеть. Расширить функционал базовый от того, что делают разработчики. Ну и плюс, когда код уже в самой игре содержится, нам модами просто меньше делать приходится. Поэтому, ребята, никто ничего не пугается. А то тут начали какие-то сплетни ходить, что мы тут все мододелы паникуем. Мы в курсе всех событий, поэтому за нас не переживайте. Мы продолжаем делать новые моды. И вот новый модик, который подготовлен к этому патчу, это озвучка. Я услышал вас. Давайте я вам сначала покажу несколько фраз, а потом расскажу про эту озвучку поподробнее. Это не нанотехнологии. Это грамотный командир. Мы нашли слабое место в повреждении радиопередачика. Причем по последней фразе, я думаю, вы догадались, почему озвучка называется атмосферной. Это атмосферная озвучка командира. Здесь применен эффект ларингофона. Возможно, он где-то немножечко лишнего. Но это создано для создания художественного эффекта, так сказать. Причем, когда повреждают радиостанцию, вы слышите больше помех, связь прерывается. В общем, мы такую создали атмосферную озвучку немножечко. И в ней нет юмора. Она больше такая вот, ну, именно для танкистов подходящая, кто шутки при баухе не воспринимает в игре. Хотя и с шутками у нас огромное количество озвучек на любой вкус и цвет. В общем, вот такая вот озвучка. Она сейчас пока что будет доступна только в расширенной версии модпака. То есть в базовой и в лайт вы ее не найдете. Но если кому-то она понравилась, обязательно скачивайте, пробуйте, оставляйте свои отзывы. Для любителей минимализма, ребят, вот такой вот ангар. Причем, если в ангаре у вас появляются совзводные, то здесь точно так же ангар уже адаптирован. Здесь отображаются все танки, которые в вашем взводе. К сожалению, на тестовом сервере танков нет. Также, ребят, не забываем, что вместе с патчем 1.12 возвращается режим Стального Охотника. Ну, его не сразу же, разумеется, в первый же день включат. Но с патча 1.12 он стартует. И, соответственно, не забывайте, что существует мод для Стального Охотника. Вот он, его функционал. Там автопрокачка, отображение таймера желтой зоны. То есть вы нажимаете настроить и можете прямо во время боя или во время отчета боя прокликать путь, по которому будет прокачиваться ваша машина. Ну и как только вы будете набирать необходимое количество опыта, ваша машина будет автоматически прокачиваться. Кроме того, если вы вдруг не знаете, в Стальном Охотнике немножко ребаланснули технику. Ну, там, у некоторых машин добавили брони, некоторым машинам добавили пробитие орудием. У некоторых машин, наоборот, толщину брони в корпусах уменьшили. Вот, например, у британца и американца. Ну, типа, они не должны играть от брони. Вот. Ну, в общем, постарались всячески навести баланс. В принципе, я поиграл. Вполне нормально играется. Единственное, что сам факт экспедиции, насколько я понимаю, разработчики на 21-й год не планируют. Но в Стальном Охотнике можно будет получать очки боевого пропуска. Если вы вдруг не знали, то боевой пропуск в ближайшее время стартует. И в него будет добавлено целых три машины. Первую я вам показал, это Т110Е3. Вторая машина, это Объект 705А. И третья машина, это Китайский Танк 121-й. На них можно будет получать прогрессионный 3D-стиль. То есть, этот стиль можно будет прокачивать постепенно, в 4 стадии. И чем больше вы его прокачиваете, тем больше элементов этого стиля отображается. Также, ребят, в патче 1.12 должен будет вернуться режим ранговых боев. Уже третий сезон у нас на носу. То есть, в этом сезоне он будет, скорее всего, заключительным. И если вы там претендуете на какие-то награды, в какие-то лиги до этого, в 2020 году входили, то вам его нужно не пропустить для того, чтобы заработать жетончики там, ну и получить награды, на которые вы претендуете. Возможно, на самую максимальную. Там и боновое оборудование, и вот танк акционный 9 уровня и так далее и тому подобное. Даты старта ранговых боев пока что неизвестны, но сам факт того, что они уже в клиент добавлены, то, что мы их тестировали на общем тесте, говорит о том, что ждать осталось недолго. Опять же, моды уже и для этих режимов тоже проверены, протестированы, можно будет ими и там пользоваться. А вот это вот, кстати, стиль, который называется «Белый медведь» для Объекта 705А. А что еще хотел вам рассказать. Мы полностью переделали шкурки эстета в этом патче. То есть были уточнены зоны нанесения критических урон, критических повреждений по танкам, зон пробития, расположение внутренних модулей, расположение командиров, и было расширено количество танков, для которых эти зоны отображаются. Напоминаю, что фишка шкурок эстета, это то, что они отображаются, ну по умолчанию, по крайней мере, так в модпаке настроено, кстати, только в расширенном версии модпака это есть, по умолчанию так настроено, что они отображаются только при наведении на противник. Но напомню, что через центр модификации, да и при установке, можно сделать так, чтобы они были видны всегда. Это некрасиво, это смотрится неэстетично, поэтому они называются шкурками эстета. Вот, это тоже было переработано. Кроме того, так как разработчики сделали такую фишку, что у нас лампочки, там отображение результатов боя, соответственно, замена вот этой вот шкалы общего хп команд, если вы их ставите из модов, то они частично перестают работать через настройки игры. То есть, ну, моды их как бы замещают, имейте это в виду. Наверное, все, что хотел рассказать, я о модах рассказал. Не забывайте, что в патче в прошлом немножечко переработана была структура звуков. Там отдельно был вынесен мод озвучки командиров, ну, который позволяет на танках на всех включать любую озвучку. Там Чака Норреса или кого-то из битвы блогеров. А также, если у вас стоит командир на каком-то танке и озвучка вас бесит, оригинальные командиры, вы можете ее выключить, сбросить на дефолтную или заменить на ту, которую установили. Вот. И чтобы все это работало адекватно, немножко структура установки звука поменялась. Поэтому, ребят, огромная просьба. При установке модов внимательно следите, что вы выбираете, куда кликаете. Иначе у вас будет каша-малаша или берда из разных звук. Ну, возможность такая есть, настроить кому-то такое нравится. Но большинство делают это случайно. Все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Про танки ТВ запоминайте сайт. Пока-пока. Пока-пока.